Монинский аэродром, которому в этом году исполнилось 90, принимал испытания практически всей авиатехники для ВВС. Особое место в ряду гениальных изобретений советских авиастроителей занимает удивительный, даже по нынешним меркам, составной самолёт конструктора Владимира Вахмистрова. Тяжёлый бомбардировщик ТБ-1 с двумя истребителями И-4 на его крыльях впервые поднялся в небо 3 декабря 1931. Испытания проходили в Монином. Об этом событии и создатели авиамашины рассказывает новая выставка, открывшаяся в Центральном музее. Первая витрина — это, собственно, тот день Монина. Вот здесь как раз представлены на фотографии пилоты Валерий Павлович, Чкалов и Анисимов, и Шарапов, второй пилот. Они играют домино перед полётом. А вот здесь самолёты уже закатывают на крылья самолёты, вот здесь они отделяются. А дальше вторая витрина, она посвящена уже развитию этой системы. Самолёт «Звено» авиаматка брал на крылья до пяти истребителей и доставлял их за тысячу километров к дальним границам Советского Союза. Ничего подобного в 30-е годы мир ещё не видел. Первым, кто опробовал машину, был экипаж в составе командира Адама Залевского, второго пилота Андрея Шарапова, инженера Владимира Морозова. С ними на борту находился и конструктор «Вахмистров». За штурвалом истребителей Валерий Чкалов и Александр Анисимов. Если рассматривать этот самолёт с точки зрения его современности на тот момент, ну, это был замечательный самолёт с очень хорошими характеристиками. Ну и, прежде всего, его облик говорил о том, что, в общем-то, его построили умные, грамотные люди. Усовершенствованные составные самолёты с более мощным абордировщиком ТБ-3 не раз заставляли врасплох немцев Великую Отечественную войну. Ни один из гигантов не дожил до наших дней. В Центральном музее сохранились лишь фрагменты самолёта, выпущенного на московском авиазаводе в 1936 году. Их музей решился показать впервые. Это фрагмент шасси, крыла, размер которого превышает 42 метра. Два двигателя из четырёх. Их можно увидеть своими глазами. И представить себе, каких размеров была эта авиационная техника. 10 октября 1943 года экипаж капитана Собчака совершил вынужден посадку. Он летел около линии фронта, был обстрел этого самолёта. Этот самолёт только был обнаружен в 1981 году поисковой группой. О первом полёте летающего авианосца и его создателях специалисты музея и историки говорили на круглом столе. К памятной дате дочь авиастроителя Софья Бокова-Вахмистрова подготовила доклад на тему «Вахмистров – выдающийся конструктор оригинальных летательных аппаратов». После войны инженер разработал систему дозаправки самолётов. Его гениальные идеи применены в создании кораблей многоразового использования. Михаил Налётов, Сергей Максимов, Щёлковское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...